всем их дней иссякнут никогда немножечко проведу какой он взрослый эту дорожку яркий акцент очень интересный сорт шарики такая огромная красного алого цвета это вилтони такой обзор взрослые растения всего тем что какие взрослые большие рамлина шариками самшитов в клумбе такая компактненькая какая она может быть всем привет с вами екатерина друзья приглашаю вас прогуляться по очень интересному я думаю очень красивому саду ирины мы познакомились недавно но проговорили много часов без остановки и мне кажется что темы для наших бесед не иссякнут никогда я поняла одно что это человек наш увлеченный цветовод садовод любит растения создает красоту на своем участке поэтому давайте вместе прогуляемся по ее саду сейчас поеду я сама буду в нем впервые но я уже знаю что любит ирина ее предпочтение прогуляемся послушаем хозяйку очень красиво вот пока проезжали то я уже обратила внимание столько растений мы сейчас будем все рассматривать это самшит шариком да и подбит бересклетом форчуна вечно зеленым как интересно а это филифера на на ауреа до кипарисовик да да сейчас мы посмотрим но здесь а можжевельник варегатный с такими классными вкраплениями желтыми этот сад интересен тем что клумбы размещены по центру участка вот я сейчас так вот просто немножечко проведу чтобы вы понимали них у края забора до границ участка вот как у меня допустим саду а в центре но очень красиво я даже не ожидал мы проезжали мимо и я говорю сразу это этот сад куда я еду я уже наслышана просто мы наговорились вчера поэтому так ну вот это вот красота боярышник смысле не деревом он растет до кустарником ну вот и деревцем намного интереснее он смотрится здесь можжевельник отсыпка вот с этой крошки да очень красиво бордюрчик сделан этот пластиковый вот эти бордюрчики вот как красиво вот зарастает газончиком здесь подсыпка а это елочка голубая хопси ой какая яркая какая яркая бузина черная это вот мне советовали вместо сумаха посадить да мы надо встретиться и показать три сорта один а здесь я вижу тис растет раскидист очень похож на мой тис ягодный нет это сортность такая-то сорт это можжевельник blue carpet формированный имеет высоту 2 метра вот как его можно сформировать а вы подымали эти лапки как-то фиксировать они сами так поднялись сколько ему лет сколько ему лет сколько ему лет может быть даже не blue carpet конечно хвоя идентичная один в один но вот здесь видно что стриженые да то есть немножечко ограничиваете форму но такая высота такая толщина стволов и стволики очень красивый здесь подбито гехерой клумбочка так по краю очень красиво ярко могу не вечно зеленое растение да всегда такой глянцевый листик мне она очень нравился я ее себе как-то хотела но почему-то не получилось мне ее заказать я очень люблю лично зеленое растение да вот у меня могу не начинает цвести золтыми цветочками на конец мая в мае начинает весеннее цветение такое мед пчел здесь просто вот и вот формированный можжевельник тоже сразу у входной зоны возле дорожки очень красиво глины ножки до центральные все побеги и уже вот эти кончики формируются до шапочками как но какой взрослый если его не ограничивать да то он бы занял бы здесь территорию в три раза больше и тут камушки ой какой красивый я люблю взрослые растения и взрослые сады а это кипарисовик горохоплодный булевард да вот какой взрослый я видела очень красиво его формируют да такой ствол отдельные боковые побеги на концах шарики очень красивый хвоя мягкая голубая приятная ой какая мягенькая но он здесь наверное высотой уже метр тридцать до метр сорок большой очень большого рядом с мараг вот они так в компании растут шикарно какие красавца здесь кого подсадили похоже спирались вижу крученные датки побеги но она компактная спирались она будет уже смаранда то я спирались ну вот эта клумбочка видимо новенькая да тут было клубника у меня от клубники уже отказалась как и все мои да да рабочие рабочие еще зона у меня ну какие уже задумки я смотрю ель это не деформис да вот прямо форму ее узнаю но уже такая достаточно взрослая здесь то здесь два шарика 4 шарика и вы на на какие они могут быть все стригутся да то есть вот эти вот формы вы их сдерживаете вот там побольше и гортензия ванилла фрайс красавица какая огромная хакура нишики да и мацуда мои любимые и у она же здесь будет такая огромная думаю что вот мне сделать надо ним поднимать оголять делать зонт чтобы надо подымать основные стволы убирать вообще как шапочку пустить чтобы здесь аркой можно не да можно но там мне барбарис тоже планирую что-то не то получается но надо думать тоже вот пробовала я ее вот косичку вижу там внутри летается и сразу же вырастает до срастается то же самое на ту дорожку вот эти шарики насколько же они красивы до было бы больше площадь так вообще сделали мы такую аллейку здесь тоже ванила фрайс это бубо не похоже на бубу у нее более округлые такие не хотелось маленький ну нет это не бубу но очень похоже кстати с ванила фрайс губу более округлые такие шапочки носиков таких нету казацкий можжевельник правильно вот какие уже сформированные шарики шапочки плотные и выделяются там не связаны побеги один на то есть и на нем такая шапочка ну а эти еще будет формировать обязательно надо его до формировать обрезать потому что он где займет все это скумпия в центре газона приствольный круг обрамлен пластмассовой лентой и это кокосовое волокно да отлично защищает приствольный круг от пересыхания и такая красивая аккуратненько скумпия цвела уже цвела вот вижу махрушечки красиво но большая она тоже растет до пути и место прилично здесь я думаю надо ножки оголять немножко на высоте около метра и дальше пусть куститься вот такой яркий акцент это часть клумбы начинается с кизильника здесь он формируется стрижкой как это сказать такой необычной ровной волной здесь изгибе и опять таки он идет вниз центр пока здесь у нас растет карликовая ель соня с голубой хвоей но в дальнейшем хозяйка ирина планирует посадить что-то на штамме а это сосна горная какой сорт похоже на мугус но такая взрослая достаточно сосна вот высота небольшая у нее где-то до метра вверх смотрят все побеги очень красивая прищипываете вот поэтому сразу три шишечки сверху формирует ой где-то и 5 и за счет этого пышнее пышнее но побеги такие ровненькие смотрят вверх очень интересный сорт и маленькие желтенькие ту и шарообразные на скорее всего шарики вот такая красивая светлая отсыпка внизу все застелено спонбондом до текстиль ну вот я вижу да спонбонд шарики на втором плане у нас можжевельник скальный blue arrow скорее всего до узенький такой такой голубой акцент мне нравится эти столбики они такие аккуратненькие узенькие всегда даже у взрослого растения а между ними юка белая еще не цвела юка здесь питунья любите питунь сама то есть она населилась прошлого года где-то что-то рядом было да ну ароматная вот я подошла уже чувствую запах а здесь кипарисовики филифера на на ауре да вот не такой же здесь еще маленький экземпляры я там видела побольше здесь могу не закрывает кумбу а это что такое красивое большое стефанандра вот такой большой огромный шар ну здесь диаметре может метро 4 немного ему место может надо его как-то постричь нравится да такой огромный столько территории занимает а здесь арочка во вторую часть сада и обвивает ее жимолость каприфоль каким цветом цветет ставим тогда потом ягодками красивые да ягод и сколько этой жимолости лет с двух сторон посажены дак я вижу здесь 4 сезон то вот такие с южной стороны как-то ей вот комфорт более густая кровь надо много побегов здесь питание или ну вроде все так же делаю ну и зимует на опоре никто ничего не снимает потому что это невозможно очень часто спрашивают как вы укрываете я тоже не укрывала очень красивая да когда идет вот влажность и мороз и вот тогда все в ней очень так здесь тоже край сделан полной все отсыпано светлой галькой и вот эти опять зелененькие шарики это тимитим скорее всего только такие шарообразные карликовые здесь у нас бересклет форчуна вечно зеленый яркий он вот весной ярче да сразу только вот почему-то когда весна начинается окрашивается в яркие яркие желтые цвета полностью лист то есть нету даже крапинки зелененькая да вот как сейчас здесь гехеры два сорта такой цвет у нее зеленый это голубым отливом ну вот такая гехера шоколад у меня тоже есть разрастается прилично ну а бересклет уже пошел на соседние растения заплетает я вижу вот в центре и закрывает эту клумбу канны огромные листья я когда-то тоже выращивала к наверно первые свои годы в саду я много у меня прям была аллея искан разных цветов нет но не получилось у меня сохранить клубни они замерзли я больше решила лучше пусть растут у меня розы а здесь другой стороны этой клумбы шарики из самшита да вот вижу четыре шарика но вы так специальных ну не одинаковыми формируется или как но то здесь повыше здесь два поменьше просто ясно ну правильно они дотянутся обязательно до этих будет одинаковые шарики здесь опять-таки посажен у нас кипарисовика gold эльфера нано и можжевельник это можжевельник вилтони вот такой он растет голубой такой взрослый здесь это вот зона от дома недалеко сразу с утра выходите и любуетесь на свой сада класс вот но гортензия это сказка такая яркая такая огромная делитесь чем подкармливается и в центре этой хвойные клумбы растут розы чайно-гибридные вот они такие высокие где-то до метра 30 поднимаются красного алого цвета вот такие красивые и дальше там еще бургунд вот здесь несколько кустов чайно-гибридные роз среди хвойные клумбы вот здесь сосна горная очень взрослая очень красивая его там можжевельники эта клумба начинается с и вы хакура нишики здесь и ванана шарики которые мы уже показывали между ними огромный куст гортензии ванилла фрайс шапки просто подкупают вот такие кончики еще светлые белые здесь уже начал окрашиваться сколько лет кусту гортензии но большой куст он здесь имеет ну я думаю два метра в диаметре точно до выходит с той стороны клумбы из этой здесь внизу тоже шарики из декоративных кустарников лиственных а вот красивый можжевельник это вилтони это вилтони будете формировать на ножки да да я вижу да я его знаю это мне очень он знакомый но нужно оголять ножки не жалеть я все подбиваю вот как он как газон был вот смежду как почвопокровное растение до вместо газона место другого почвопокровника так как хвойные это круглый год украшают наши клумбы потому что если однолетние почвопокровники они конечно их надо и убираться и они быстро теряют декоративность после цветения вот из почвопокровного голубого можжевельника ну а почему не обрезаете ножки не очищать жалейте пока пока не знаю что у меня получится получится очень красиво мне кажется вот нужно оставить вообще только вот эту вот часть вот досюда все убирать не жалеть и снизу будет голубой коврик и сверху вот такая шапочка а если еще кончики обрезать ну тут к будет компактная шапочка верху красиво вот мне приятно что кому-то мой опыт полезен и вот кто-то повторяет так здесь формируется терен пёстролистный это барбарисы красивые красные тоже шариком стрижете на вот два ну правильно потому что чем больше мы занимаемся растением нам все хочется каких-то новых сортов новинок пробовать изучать растения так сейчас мы перейдем дальше пойдем по этой клумбе вот какой обзор сколько здесь труда я вот смотрю я очень люблю взрослые сады и взрослые растения вот кое-кого вижу сейчас подойдем поближе так а это вот же малыша пачная вот это это барбарис такой раскидистый так похож да а это который краснеет фантастика у него на на веточках три цвета оранжевый желтый и красный это какой-то безумство просто красок это такая красота что а вот эта туйка желтохвойная то что за она маленькая подсажена здесь видно недавно смаракта gold и барбарис очень яркий темнолистный даже я бы не сказала бордовый он что за цвет чернильный что ли вот такой очень красивый я рядом с хвойными и другими декоративными очень выделяется но хорошее сочетание цвета то есть каждое растение подчеркивается будь то можжевельник скальный голубой туевик и барбарис хорошее сочетание пойдемте дальше это только что такая желтая красивая но это него не смаракт да это что-то другое стоит такое желтая ну я таких желтых хвойных то и не видела буду стричь очень жарко было что это за сорт надо узнать такую яркую ту я тоже себе хочу здесь очень интересно что клумба размещена в центре участка вот это на самом деле очень редкость и я даже такой вариант себе если честно не рассматривала но это красиво тем что можно видеть только растение не мой забор да там или какой-то другой а вот именно акцент на растение очень красиво и за как вот какой-то ручей да вот дикий в природе такая вот клумбочка здесь еще склон участок находится на склоне небольшом да а как при дождях когда сильные дожди а вот со щепой не ничего и растение хорошо себя чувствует на этом склоне а я вот переживала что у меня большие перепады на участке здесь еще побольше делать вот такие вот клумбы разноуровни в несколько уровней да здесь вижу елочка какая-то голубая что за елочка не знаем да ирина покупает растения на эмоциях если вот она красивая понравилась да вот тогда покупаем но так и надо надо дарить себе радость и покупать то что хочется потому что например как я когда я захочу вот себе он гортензию полистар это просто беда но нету их нет и я готова уже дать любые деньги только я ну дайте мне вот эту гортензию то вот когда я искал еще розу рапсодиан блю я несколько лет ее искала когда мне попадалось два пересорта это конечно очень печально поэтому лучше вот пришел в магазин понравилось растение почитал подходит там морозостойкость у нее сильная надо брать надо брать сажать и и радоваться этому растению так здесь дальше это опять-таки барбарисы да по краю клумбы идут туя смарагт а это что нас эту я хочу их чтобы потом что-то делать или шары или спираль спирали но я все боюсь учать этот процесс не надо можно на одной попробовать сейчас очень много видео да и по спиралям и а я прошла что это за растение мимо что это такое красивое разновидность перед белым цвету да это вот они тел очки отсветшие такого зелено-коричневого цвета вот они прячутся ну да листва темно-зеленая побеги красные можно кто-то подскажет что это за растение а шарик она сама формирует или вы обрезается стрижется ножки да так это роза красная такой акцентик укрывается ирина с розами не дрожит это надо просто подобрать вам хороший сорт мы вот обсудим выберем вам какие сорта посадить чтобы не укрывать но эту розочку я не знаю скорее всего это даже муж какая-то парковая судя по высоте побегов и по цветочку вот он такой не очень махровый бархатный красный бархатный цвет ароматная нет ну красивая видна сердцевинка желтые тычинки здесь формируется дерен вот это вот сибири к здесь меньше белой окантовочки да то другой сорт тот очень такой светлый красивый вот да это другой сорт я не знаю что это надо посмотреть он сам по себе листик более светло-зеленый да такой даже салатовый и больше белых разводов на листиках а у дерна сибири к все-таки разводов поменьше и цвет зеленый имеет такой седоватый может даже голубой какой-то отлив вот они отличаются если даже две веточки рядом взять отличается а это что за то я спирались только постарше да вот у нее такой более темный зеленый цвет отличие с марта она отличается здесь уже по краю клумбы виднеются гортензии у какие не взрослые большие шапки это что за гортензия с такими большими стерильными цветочками то ливана вот а я такую себе посадила до крупные красивые не похоже вообще вот дальше медведь вот там ливана да это должна быть зеленая белая light но она белеет она сразу при распускании имеет лаймовый оттенок а потом они белеют был лаймовый а в этом году на мне почему-то сразу же белая может быть у нас жаркое лето в этом году ой 0 ливана какие большие цветы отличается вот у меня киуша тоже с такими хертильными цветочками во-первых там соцветия более длинная такое рыхлая и цветочки стерильные они поменьше а тут такие огромные да да большие да подмерзла а это полярный медведь да какая красота у меня только два побега пока не знаю распустится или нет в этом году ну надеюсь тоже на такую красоту взрослый уже кустик на сколько ему тоже года 4 года 4 какую обрезку делаете на сколько почек на 3 где 3 где 2 получается так сейчас мы посмотрим вот это огромное соцветия боже ну более 30 сантиметров высоты огромное ему здесь нравится может здесь какое-то такое место немножко защищены может за елочкой и влаги хватает им красивые очень красивые гортенции огромнейшие шапки белоснежные а вот вижу один лепесточек начинает окрашиваться в розовенький да а у меня вот много всего наверное да немножко да должна розовать не тоже окрашивается немножко в розовый вот это все вот что вот все были огромные яблони вот как те яблони далеке огромные сколько у вас соток сразу спрашивают что будет вопрос 15 мне кажется больше ну вот на 15 и хотя бы можно как-то разогуляться но меньше и не представляю как лезвие еще равно это фундук которому несколько лет до три года и уже посмотрите какие вырастил орехи огромные листья с весны красные потом зеленеют но орехи огромные и огромные хочу показать вот эту гортенцию это лаймлайт вот такая красивая белая но я тоже будет окрашиваться немножечко в розовый цвет до окрашивается появилась розовинка да вот я здесь вижу зеленая сразу при распускании потом она белеет и сейчас вот появилась розовинка зеленая зеленая когда при покупке или когда зеленая набором я думаю это как-то наша погода необычная на нее повлияло в этом году но вот я смотрю вот у меня же лаймлайт пересорт все говорят что пересорт ну не знаю похожие соцветия вот даже на ощупь мне кажется что это такое подобное еще понаблюдаю я свою пересажу такое в полутень вместо полутени посмотрю как на следующем году себя поведет до пересортов очень много это неприятно этого не избежать тоже большой очень взрослый кузь года 4 так хоста жара подгорела немножечко это красивая ель такая аккуратная формируется и прищипывается до такой строгой конусовидной формы что вот не свойственно для таких зеленых обычных елей красиво тут вот их три вот 2 тоже там шарики будете формировать класс я хочу это увидеть и вот еще одна ой как она здесь смотрится не знаю передает ли камера всей красоты но она такая аккуратненькая зеленая самодостаточная очень красивая ель и обрамлена она самшитами шариками из самшитов вы формируете да вот их столько много ой какие красиво я вот все никак не доберусь до своего самшита у меня взрослый один хочу тоже разделить и как-то вот формировать посадить ну не знаю еще даже куда а вот еще один можжевельник формированный до вилта не ой как красиво только но и так даже красиво не оголяя ножку мне даже он и так нравится смотрит вот во все стороны побеги да и будет такой необычный каскад сугроб что ли вы такой голубой я даже где-то видел нечто подобное это тоже хорошо да смотрится очень красиво запомнила тот сорт с которого можно это сделать увидела у тебя попробую я своего какой бы не был что-то с него должно получиться конечно получится они же быстро растут если что-то не понравилось возвращаем в исходное положение и все его или даже этот побег вырезали он дальше пойдет вот стелиться а это что за травка такая красивая не знаю я в травах не разбираюсь красивая у меня таких нет трав я как-то к ним еще не пришла или не созрела но мне они нравятся для них конечно нужно много места свободного до чтобы было куда свисать вот эти да им нужно просторы вот чтобы все это просматривалось нет им хорошо даже вот этой парочке очень красиво букет смотрится зимние букеты долго стоит вот эта травка вот эти соцветия вместе с травкой открываешь очень красиво а это вегела краснолистная до красивая газончик ухаживается красивый зелененький мой сколько здесь красоты а вот видел а еще одна повторное цветение красного цвета хороший такой кустик аккуратненький хорошо когда все вот в клумбе обрамлено и но столько растений я даже если честно не ожидала столько всего увидеть столько труда столько это вот требует и времени по уходу вот здесь вот кипарисовик это вот наверное на мой похож голд плюмоза вот у меня точно такой же только это постарше да да значит он такой будет у меня маленький который растет сейчас на круглой клумбе я ему буду формировать вот каких он может быть размеров здесь туя вереска видно и эрика и ds так интересно растет она да мой мне кажется она как-то тут разделилась все равно здесь две ту и растет рядышком ой настолько хвойных тут у вас огромная коллекция есть на что посмотреть столько всяких цветов проводить экскурсии только вспомнить название всех растений подписать вот это тоже какая-то горная сосна насыщенно зеленого цвета такая компактненькая красивая здесь голубая травка среди камней очень красиво смотрится вот такая и это вот только смотрю маленькая это тует эдзи да молодой саженец да мой какая хорошая молодые они все такие классные моя уже не имеет формы пошла в стороны с одной больше с другой меньше а вот еще есть да то есть постарше эту тульку и разделили ее на несколько мне очень нравится татуя такой яркий цвет я хочу знать ее имя можно обрезать даже чтобы было больше места это просто заворожительная ставим фотографии это просто чудо какое-то покажу это туля такая классная просто но она такого его горит она горит на солнце ее желательно притянуть делать ей каркас укрытие я ее связываю так вот не туго ставлю каркас просто пяти ночной сеткой это тоже вот красота малышка мой на обгорела она у меня этот год это туля golden taffet похоже на golden taffet похоже на golden taffet только очень молоденький саженец или он пострадал действительно от весенних но я вижу что вот обрезался да вообще его обрезала жестоко вообще красивый красота у него осень такой желтый он такой насыщенный как солнышко просто но все равно как бы они хлопотные нам не доставляли да да хочу показать вот эту елочку на которую сейчас я смотрела и вздыхала это ель не деформис которая имеет уже насколько около двух метров до в диаметре представляете какая огромная вот она сидит у меня на круглой клумбе с карликовыми растениями ей лет 878 если но даже если ее стричь такие огромные размеры такая огромная я не ожидала что она может вырасти до таких размеров вот я отойду немножко чтобы понимали да что это за ель какая она может быть вот в кадр попадают можжевельники голубые боже какие красивые камушки вот такая елочка деформис ой колючка зеленая огромная надо думать наверно мне надо свое отсаживать оттуда срочно потому что такую же никак не пересадить правильно здесь посажены литл джем в композиции вот одна вторая третья и между ними еще голубая карликовая ель мы правда не знаем сорта очень красивая я не обратила внимание сразу посмотрите какая красивая здесь композиция хвойная мне очень нравится этот уголок такой взрослые и разные оттенки голубой можжевельник вот эти елочки little джем красивой ну а уж не деформис это нечто по центру этой клумбы с двух сторон просматривается английская роза леди офф шалот мне так кажется что это это роза по-любому это англичанка так как вот такие огромные ароматные цветы с медным оттенком выгорает до белесого цвета вот она такая большая очень большой кустик раскидистый он здесь укрывается одна роза которая укрывается да красивая раскидистый английская роза ну здесь она сама стоит да без запор пар веточек а здесь такой ручей ничего не посажено до просматривается беленький как это для чего это получилось у меня очень большая клумба огромные очень большая же морой метров 50 если не больше ухаживать и обойти порой с другой стороны поэтому есть такой небольшой проход вроде как ручей но с другой стороны дорожка дорожка клумба очень большая здесь здесь край клумбы обрамляют опять карликовые барбарисы очень красивая ну вот здесь мы уже ходили да здесь шарообразные туи зелененькие барбарис можжевельник и вот опять гортенция ванила фраз а здесь бересклет форчуна с белой окантовочка который низкорослый он кстати так не очень быстро растет мне нравится тоже вечнозеленное растение здесь используете мульчирование с газуной травы да хорошо растением нравится друзья сад очень красивой взрослый самодостаточный наполнен большим ассортиментом растений конечно за одну прогулку невозможно рассмотреть каждое растение поэтому я вернусь сюда я думаю еще не раз очень много формированных вольных растений которые попадают видео прямо на первой минуте и клумба что очень интересно находится в центре участка как ручей а также саду очень много взрослых метельчатых гортенций которые невероятно красиво цветут в общем от прогулки по этому саду я получила огромное удовольствие словно побывала в каком-то ботаническом мини саду всем желаю хорошего дня хорошего настроения до встречи в следующем видео а